Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. Здравствуйте, мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать книгу Хафицхайма Шмирата Лашон, сохранение языка. Вот сегодня мы заканчиваем уже ее вступление. Итак, мы дошли до того, что человек, который говорит Лашонара, злоязычие и сплетни, он нарушает 17 запретов и 14 повелевающих заповедей. Вот сегодня мы уже последние, последние мы сейчас заканчиваем. Значит, 13 пункт говорит Хафицхайм так. Если, значит, он рассказывает про ближнего своего правду, это и называется злоязычие. То есть, злоязычие это не когда ты врешь, а когда ты говоришь правду. А если ты рассказываешь, говорит он, неправду, так это еще один запрет. Это есть в истории написано так. Бог сказал в главе, в книге Шмот, это вторая книга, который имена, он сказал так. Медвар Шекер Тирхак. От слова, Медвар Шекер, это от слова обмана отдались. От обмана отдались. Получается, если он, кто-то рассказывает про другого обман, да, то есть он добавил туда обман. Например, вот он говорит, ты знаешь, там, например, видел Сашу, Саша, он такой дурак вообще. Теперь, если он так сказал, то что, получается, вот здесь непонятно. Во-первых, ну то, что он хотел Сашу обидеть, это понятно. То есть, его было намерение Сашу обидеть. Это как бы ясно. Но в этом случае не ясно само понятие дурак, не дурак. Некоторые Эйнштейна считали дураком. Например, Эйнштейн, я слышал, что Альберт Эйнштейн, факт его биографии, что он первую жену и сына бросил, и болел у него, по-моему, этот ребенок, и он его бросил. То есть, есть, по-разному можно оценивать поступок любого человека. К тому же, умственные способности любого человека тоже можно оценивать по-разному. Потому что для того же Эйнштейна Саша, кандидат наук физико-математических, может быть человеком достаточно глупым. А для какого-нибудь человека, который вообще не знает математику, то кандидат наук, он достаточно умный. То есть, само понятие дурак, оно в этом случае, я вот не знаю, под какой оно закон подпадает. Или это злоязычие. То есть, это точно злоязычие. Но насколько в нем есть обман еще, и можно ли назвать, то есть, здесь говорит Хафицхайм, что тот, кто говорит правду, это злоязычие. А тот, ну позорящую правду. А тот, кто обманывает, добавляет туда обмана, он называется Амоци Шемра. То есть, он, Моци, это он вытаскивает, как бы, злое имя. Да, вытаскивает злое имя. В общем, ну, здесь вот знаете, что важно? Почему здесь, я подчеркнул даже в книге эти слова Хафицхайма. Он говорит, наказание его, хамур арбеютер, его наказание намного больше, намного выше, чем если он просто говорит злоязычие сплетни. То есть, получается, что тот, кто пересказывает сплетню, и тот, кто говорит злоязычие правду, то его наказание очень большое. Но тот, кто добавляет туда еще и обмана, то есть, он это как выдумывает какой-то, а ты знаешь, что он сделает от Саши? И он выдумывает то, чего не было. Это вот, это еще хуже. Представляете? Дальше, сейчас я, когда сегодня утром это изучал, у меня одна очень идея возникла, позже мы ее обсудим. Значит, сейчас мы продолжаем. 14 пункт. Говорит Хафицхайм, что тот, кто говорит злоязычие, он еще одну повелевающую заповедь нарушает. Представляете? Вообще жуть. Это, есть такая заповедь в Торе, в книге Дворим. Бог сказал, значит, и должен ты идти по его путям, по путям Бога. Значит, что значит идти по путям Бога? Бог добрый, и ты будь добрый. Бог милосердный, и ты будь милосердный. Бог прощающий, и ты будь прощающий. Значит, поэтому, но человек, который говорит про другого лошонара, злоязычие и сплетни, оно так и называется, злоязычие. Что такое зло? Зло это что-то неприятное, то, что делает боль, смерть и так далее. То есть зло, само понятие зло, это очень такое, ну это негативное понятие. Поэтому тот, кто говорит злоязычие и сплетни про другого человека, он нарушает также повелевающую заповедь идти по путям Бога. Представляете? То есть он не идет по путям Бога, он идет по путям зла. И написано здесь дальше, он продолжает, что тот, кто говорит злоязычие, тот, кто говорит злоязычие, это написано в Талмуде, в трактате Сата, то он не может получить потом, принять шхину, божественное присутствие. То есть у него внутри есть вот этот вот яд. Знаете, как когда что-то ты хочешь склеить, две вещи, ты должен вначале спиртом или чем-то таким обезжиривающим протереть поверхности, после этого ты туда кладешь клей, и эти две поверхности, они склеиваются в одно целое. Так он говорит, что тот, кто говорит лошонара, тот, кто говорит злоязычие, он не может принять божественное присутствие. То есть у него есть так вот этот вот слой где-то внутри, да, в его мышлении, который не дает ему соединиться со Всевышним. Так он пишет, да, то есть они не могут, ликобель, они не могут получить на себя пнейшхина. Дальше он пишет, дальше он пишет так, вот мы уже заканчиваем это вступление, он пишет так. Конечно, он пишет, да, еще раз, тот, кто говорит злоязычие, сплетни, у него есть намерение причинить зло, а раз у него есть намерение кому-то причинить зло, то в этот момент он с Богом не может соединиться. Понятно, и он нарушает повелевающую заповедь идти по путям Бога. Теперь, дальше он пишет, вот мы сейчас перечислили 14 повелевающих заповедей, и тот, у кого есть привычка говорить злоязычие и сплетни, он, конечно, говорит, не может за один раз нарушить все 17 запретов и 14 повелевающих заповедей. Но глобально, если у него есть привычка говорить злоязычие, он обязательно нарушит все эти запреты, которые и повелевающие заповеди, потому что иногда он скажет Лошонаран на старика, иногда скажет на мудреца, иногда на коина, иногда скажет в синагодии, иногда скажет не в синагодии, то есть тот, у кого есть привычка не следить за своей речью, как говорили, я помню, в молодости у нас были на улице такие вот люди, которые, они были, знаете как, сейчас я понимаю, что они были как, можно сказать, как рука Всевышнего, как ангелы же, ангелы уничтожения, ангелы, которые из дома Амора уничтожили. Но ангелы же не были злые, ангелы выполняли волю Всевышнего, а воля Всевышнего это было следствие того, что делали люди, то есть это было, они были причиной с дома Амора того, что Всевышний уже вот страдания тех, кого они уничтожали, убивали, дошло уже до Всевышнего и чаша переполнилась, то есть он видел, что они будут и дальше делать зло, и он послал ангелов уничтожить с дома Амору. Так эти ангелы, они же не были злые, они просто выполняли волю Всевышнего. Так я помню, в молодости по улицам ходили такие люди хулиганского типа, очень хулиганского типа, и они цеплялись, они говорили, за базар надо отвечать, за базар, за речи они имели в виду, надо отвечать. Если кто-то говорил что-то плохое, то это было для них поводом для того, чтобы на него напасть. Правда, они нападали на тех, кто не говорил ничего плохого, то есть, но шансов больше было у тех, которые говорили что-то плохое. Теперь, значит, он говорит так, что тот, у кого есть привычка говорить лошонара, злоязычия, то он нарушит все эти 17 запретов и 14 повелевающих заповеди Торы, и будет у него, у него будет, ну, много проблем из-за этого, потому что здесь есть, мы духовные законы можем не видеть. Мы можем сказать, не, а я не верю. Кто сказал? Ну, а, сказали, Хафицхаем, кто это? Вот это дедушка, да, видите, вот он нарисован, он жил 100 лет почти в Радине, я не верю ему. Тора? Не верю Торе, мало ли, в книжек написано. Но, но, можно не верить в розетку и в электрический ток. Я тоже, например, я особо не знаю, как работает электрический ток, мне вообще непонятно, как в розетке что-то течь может, там же ничего не течет. Как это вообще? Вот розетка, вот она нормальная в стене. Но если я засуну пальцы в розетку, то что будет? То будет удар током, правильно? Получается, удар током это наказание или это следствие? Это следствие. То есть удар током это абсолютно закономерное следствие, которое наступает на человека, который сделал действие. То же самое в духовных законах. Когда человек делает действие, нарушающие волю Всевышнего, то он получает потом отдачу. Теперь смотрите, я сегодня задумался над таким вопросом. Вот есть лошон ара, значит, язык зла дословно переводится, да? Лошон ара, язык зла. Есть, когда человек врет, когда человек врет. Это называется амоци шемра. Он вытаскивает имя зла. То есть он вытаскивает имя зла. Теперь есть, жил 300 лет назад основатель хасидизма. Звали его Баль Шемтов. Его звали хозяин имени Доброго. То есть Баль Шемтов, это тот, кто, тот, кто, он был чудотворец такой, да? И он, когда говорил какое-то благословение, когда говорил какое-то благословение, то оно сбывалось. То есть люди называют это чудесами, когда кто-то говорит что-то, когда кто-то говорит что-то хорошее, и оно сбывается, да? Вау, чудо. Но это законы, законы мироздания. Значит, мы когда-то учили в Пертьявод. Пертьявод такая мишна есть. Получается, давайте вернемся чуть-чуть назад, 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 назад. Прям вот возьмем всю историю человечества и прокрутим сейчас до первого человека. Был первый человек Адам Ришон, первый человек. И написано в Каэлите, мы изучали, что Бог сделал человека прямым. Он был Яшар. У него не было выбора между добром и злом. Он был абсолютно прямой. То есть у него было... Не было вообще выбора у него между добром и злом. Вот тут интересно. Лев, который ест антилопу, он делает зло? Он не делает зло. Лев, который ест антилопу, он, если не съест антилопу, он же умрет. То есть его Бог сотворил таким. Что лев, он делает... Он ест антилопу. Дальше. Лев, он в какой-то момент времени, он, значит, подходит к львице и со львицей производит некоторые особенные манипуляции, после которых львица рождает львенка. Можно ли это назвать каким-то словом, там, разврат или еще что-то? Нет, то есть он выполняет программу своего инстинктивного, то, что в него вшито, прошито Всевышним, природой. Кстати, интересно, Всевышний Бог, да, Творец Мироздания, у него есть несколько названий, которыми его обозначают люди. То есть, понятное дело, что у Бога он же неописуемый, он причина всего. И когда мы говорим о Боге, то мы выражать пытаемся тот ракурс, который мы хотим описать. То есть любое имя Всевышнего, любое название, любое слово, любое определение, которое мы пытаемся выразить Всевышнего, оно, естественно, Всевышнего ни в коем случае не описывает, а просто описывает, помогает нам передать какой-то аспект Всевышнего. Теперь, значит, есть в иудаизме, есть имя Всевышнего, которое непроизносимо, юткей вавкей, его обозначают четырьмя буквами, которые обозначают его непостижимую природу. Тот, кто был всегда, тот, кто будет всегда, тот, кто причинам всего, тот, кто есть, это единственная реальность. Это юткей вавкей, это непостижимая природа Всевышнего, которую мы просто обозначаем этими буквами. Когда эти буквы нельзя произносить, мы их просто, когда видим, мы их называем, смотрите, как интересно, эти четыре буквы, они обозначают неописуемую природу Всевышнего. Но мы даже не можем эти четыре буквы прочитать, запрещено их читать, и запрещено их произносить, эти буквы, потому что это как уже очень близкое представление о Всевышнем, поэтому мы эти четыре буквы называем еще одним кодовым словом, которое обозначает эти четыре буквы, но их не произносит. Значит, это то имя Всевышнего, которое обозначает его неописуемую, неструктурированную природу, причины всего. Теперь, когда Бог сотворил мироздание, то все это мироздание, оно структурированное, то есть здесь действуют законы, молекулы, атомы, квантовая физика, обычная физика, законы природы, которые, которые законы, и вот это проявление Всевышнего мы называем совершенно другим словом, это слово уже мы произносим, но искажаем одну букву. Написано в Торе, это имя, оно звучит как Элоим, и когда мы читаем Тору, то мы и называем Элоим, А когда мы говорим о нем, вот так в разговоре, мы меняем одну букву и говорим Элоким, Элоким, а на русский это переводится Всесильный, Всесильный, то есть все силы, все силы, которые есть в этом мироздании, которые действуют, и которые уже можно померить и описать, все эти силы, они называются словом Элоким, и числовое значение на иврите слова Элоким, если взять каждую букву, посчитать по математике, оно то же самое, как слово природа, то есть когда люди говорят, такие маловерующие, обозначая Всесильного, они называют его Вселенная, кстати, интересно, Вселенная и Всесильный очень звучит одинаково, или когда они говорят природа, то они имеют в виду уже проявленного Всесильного, Всевышнего, который уже проявил себя, и о котором можно говорить, и интересно, что мусульмане, мусульмане, насколько я знаю, они называют, когда они говорят Аллах, Эллоим, это одно и то же слово, Аллах и Эллоим, это вот как раз вот этот Всесильный Творец, Создатель Мироздания, но есть его еще более высокий аспект, который, я не знаю, как его называют мусульмане, но есть тот аспект, который за пределами любой структуры. Теперь, не может быть во Всесильном, не может быть зла. Бог это добро, поэтому вся природа, все мироздание, когда оно действует по законам Бога, это все добро, понятно, да? То есть, лев это добро, и даже змея, даже змея это добро, и паучок тоже добро, потому что Всевышний создал мироздание, и все мироздание работает по его воле. Теперь, а где же появляется момент зла? Где появляется момент зла? В момент зла появляется «Эц дат товара» – дерево познания добра и зла. В какой момент появляется добро и зло? Добро и зло появляются в момент выбора. В момент выбора, в момент, когда человек начинает выбирать, что делать, и когда человек называет вещь, которая добро, называет злом, а зло называет добром. То есть, когда человек начинает менять понятия. Интересно, это я сегодня прочитал, мне было интересно, я заглянул прямо в начало книги «Берешит», и там написано, что когда змей сказал, сказал жене, Адам Решона, Хаве, он ей сказал, что в тот момент, когда вы съедите от этого дерева, плодов этого дерева, вы станете как Элоим, как всесильные, леда товара, познающими добро и зло. И когда Бог потом их изгонял из рая, и когда он их наказывал, то Бог сказал, и теперь они стали, как Бог, познающие добро и зло. И написано в Талмуде, что змей сказал правду, змей сказал правду, и был за это наказан. То есть, мы видим оттуда, вот это был первый момент, когда правда, которая была правдой, то есть, Бог сам подтвердил его, его змея слова, змей сказал женщине, в момент, когда вы съедите от этого дерева, вы станете как Бог, создающий или познающий добро и зло. И Бог сказал, да, они стали теперь, как я, создающий добро и зло. И змей был наказан. То есть, мы видим, что правда, правда, которая, ну, она правда, он же не обманул, бывает, что правда это зло. Бывает, что правда, когда один человек говорит другому, он его обижает этими словами, он его унижает этими словами, он ему говорит вещь, которая ему обидна и неприятна, он говорит, а что, я же тебе правду сказал, это зло. Вот змей сказал зло, и человек, который говорит, Лошонаран, он говорит зло. Теперь, значит, я не нашел вообще, понятное дело, что выбор, вот этот выбор, есть только у человека, у человека есть свобода выбора, выбирая добро и зло, между добром и злом, но вот что такое зло и что такое добро, я пока не нашел, я сегодня искал определение, я постараюсь найти к воскресенью определение Торы, что такое добро, что такое зло, но по факту, как то, что мне видится, то, что Бог назвал добром, это добро, то, что Бог назвал злом, это зло, и у человека есть вот эта свобода выбора, которая делает его как Бог выбирающим, то есть Бог творец, создатель. У льва, у тигра, у паучка, у них нет свободы выбора, у них есть программы, инстинкты, программы, они не могут интеллектуально выкручивать разные схемы и так далее, только человек может вот эти вот делать комбинации, и у человека есть свобода выбора, свобода творчества, свобода сознания, это как, вот это делает человека по образу и подобию Бога. Но вот я хочу разобраться еще раз в природе, что такое зло, что такое добро, и мы сейчас завершаем вот это вот предисловие к книге. Главное, что нам понятно, что человек своим языком получается, своими словами, он или он лошонара, или он говорит зло, или он своими словами, если он врет, он амоцишемра, он его создает зло. И есть обратная сторона, Бальшемтов, Бальшемтов, это хозяин доброго имени, есть возможность своим языком, своими словами создавать добро, делать чудеса, благословлять. И все это мы постигаем, изучая Тору, которая, как сказал Бог про Тору, он сказал так. Он сказал, урок знания хорошие отдал я вам, Торати, он сказал, Тору мою, Альта Азову, Тору мою не оставляйте ее. То есть Тора это добро, Бог это добро, вот так, наверное, Бог это добро, слова Бога это добро, тот, кто выполняет волю Бога, это добро, и все, что не относится к воле Бога, к словам Бога, к его повелениям, это зло, вот так, наверное. Но я еще уточню определение, что такое добро, что такое зло. Все, всем шаббат шалом, хорошего шаббата, удачи, успехов, только добра, чтобы из вашего рта, языка, из нашего, из моего тоже, естественно, выходили только добрые слова, которым Бог будет радоваться, и чтобы Бог давал нам всем огромное благословение. Все, всем удачи, успехов, шаббат шалом.